Здравствуйте! Вас приветствую дежурную бригаду в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. И начнем мы с телезрительского кадра дня от Елены Червинской. Какое лето, такая и коллекция. Так подписала свою фотографию сама Елена. Во дворе дома номер 16 по улице Чкалова установлен большой игровой комплекс. Но далеко не каждый родитель отпустит сюда гулять своего ребенка. Дело в том, что горка эта не совсем безопасна. Часть деревянных настилов уже сгнила, и теперь вместо них просто дыры. В плачевном состоянии пребывают и остальные доски. Маленькая ножка ребенка вполне может в такой дыре застрять. Да и сам съезд выглядит как-то сомнительно. Наверное, в свое время это было каким-то полезным приспособлением. Ну а сейчас все те же подгнившие доски. Все растения в этом году припозднились с цветением. Вот и сейчас, в середине июня, мы снимаем самые, что ни на есть, весенние цветы. Ландыши. Сразу их в листве и не заметишь. А они есть. Нежные белые колокольчики. Когда-то здесь, под окнами дома номер 18 по улице Льва Шатрова стояли металлические гаражи. После того, как их снесли, осталось то, что вы сейчас видите. Старые доски, линолеум и прочий хлам. Но, как говорится, чем дальше, тем страшнее. Еще когда гаражи здесь были, за ними начала образовываться мусорная свалка. Причем несут сюда не только бытовые отходы. Спиленные ветки и строительный мусор сваливают здесь явно не местные жители. Теперь главное и нам, и жильцам близлежащих домов выяснить, кто эту территорию должен привести в порядок. И мы это обязательно сделаем. На погоду этим летом не жалуются только ленивые. И она нас действительно не радует. Но даже если вспомнить середину июня прошлого 2017 года, то разница, в общем-то, небольшая. В Перми тогда шли проливные дожди. Разве что было чуточку теплее. Конечно, такие сюжеты лучше снимать в солнечную погоду. Но кто его знает, когда она вновь наступит. Так что в детский сад номер 227 мы все же решили приехать. Дабы показать вам, какую красоту воспитатели соорудили на детской площадке. Символично, что на избушке бабы-яги лежат осенние листья. То есть картинка как бы соответствует сегодняшней погоде. С пожеланием все-таки хорошей погоды заканчивает свою работу наша дежурная бригада. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин